Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас пройдет вебинар. Меня зовут Плосконосов, Максим, я директор по маркетингу компании LP Generator. И сегодня со мной в эфире мой коллега Максим Горчаков, партнер компании Infographer. И сегодня мы поговорим про инфографику, про визуализацию данных. Первый блок проведет Максим, непосредственно расскажет про саму инфографику и как ее использовать, что такое инфографика и что такое неинфографика. Второй блок будет посвящен непосредственно уже визуальным блокам на целевых страницах. Я расскажу, как тестировать и какие элементы проверять для того, чтобы повышать. Конверсию и, собственно, как с помощью дизайна ее увеличивать. Итак, Максим, приглашаю к трансляции. Добрый день. Надеюсь, меня слышно хорошо. Это мой первый опыт выступления перед виртуальной аудиторией. Надеюсь, что все пройдет гладко. Давайте приступим, собственно, с сегодняшней темой инфографика. Сейчас запущу экран. Надеюсь, его всем видно. Сегодняшняя тема инфографика. И, как сказал Максим, я хочу поговорить немножко о том, что это такое, с чем это едят, зачем это нужно. Времени у нас сегодня немного, поэтому это будет такая скорее обзорная программа, обзорный материал. Итак, для начала, чтобы говорить нам с вами на одном языке, конечно же, надо разобраться с определениями. Что такое инфографика? Понятно, что слово инфографика, оно составное. Оно состоит из двух частей. И по нашему опыту большинство людей между этими двумя частями ставит знак плюс. Мы с этой точки зрения абсолютно не согласны, потому что она полностью искажает смысл. На самом деле это не так. Первое слово, инфо, является сокращением от прилагательного. Информационный. И инфографика по-правильному расшифровывается как информационная графика. То есть графика, которая передает информацию. Если просто взять какую-то информацию и замешать ее с какой-то графикой, хорошего результата не получится. Но давайте посмотрим на примерах. Это будет нагляднее, я думаю. Пример первый. Скачал из интернета картинку, нашел ее в Яндексе по запросу инфографика. Достаточно известный, привычный для многих, я думаю, формат. Давайте посмотрим чуть подробнее. Например, пункт 9. Представьте, сделайте умозрительное упражнение. Представьте, что вот в этом 9 пункте нету текста. Вы перед собой видите такой синий-зеленый морской воды, морской волны прямоугольник. На нем изображение. И все. Что вы видите? Подавляющее большинство людей скажет, что это либо шахматная фигура, либо шахматы. Можно сделать вторую часть этого же упражнения и представить, что на этом прямоугольнике нету изображения. Только текст. Есть фон, нету картинки, есть текст, написанный у лучшей стратегии и так далее. Стали ли вы знать меньше в этом формате? На самом деле нет, потому что абсолютно 100% информации, которая есть в этом изображении, эта информация передается с помощью текста. Такого рода работы мы называем текст с иллюстрацией. И к инфографике это не имеет никакого отношения, потому что графика здесь не является информационной. Графика в данном случае это исключительно картинка, иллюстрация для создания настроения или для создания какой-то ассоциации, но она не несет в себе информации. Другой пример, контрпример, который мы очень любим, это пример меню кофейни, которое сейчас на экране. Это меню показывает нам, какие напитки есть в кофейне, это же меню показывает нам, из чего состоит каждый напиток, и это же меню показывает нам, чем отличается между собой тот или иной напиток. И в данном случае невозможно выкинуть ни текст, ни картинку. Если вы попробуете выкинуть картинку, то вы получите просто набор слов. Непонятно, мало о чем это. Если вы выкинете тексты, то есть подписи, то тоже будет непонятно, потому что картинки есть, чашки есть, чем-то они заполнены, но что означает каждый из этих слоев, непонятно. Вот это изображение является классическим примером инфографики, информационной графики. Мы получаем информацию о наполнении каждой чашки через графику. В каком количестве и в какой последовательности в напитке содержатся те или иные ингредиенты, мы видим через графику, а не читаем через текст. Другой пример, точнее даже два примера, чтобы посмотреть и закрепить. Картинка номер один, пока что просто покажу без комментариев. И картинка номер два, тоже покажу без комментариев. Попробуйте решить для себя, по крайней мере, на основании того определения, которое я сказал, какая из этих двух работ, первая или вторая, или никакая, или обе, являются инфографикой. Еще раз показываю данное изображение номер один и изображение номер два. По нашему опыту проведения различных лекций и мастер-классов данное изображение, данные две работы вызывают обычно такую бурную дискуссию у аудитории, что же все-таки считать инфографикой, что же не считать инфографикой. На самом деле ответ достаточно простой. В данном случае, так же, как в примере с кофейными чашками, невозможно выкинуть ни графику, ни тексты. Голова лошади здесь нарисована не для красоты, а потому что на эту голову одета уздечка, и, собственно, уздечка является предметом, который мы разбираем. Нам важно видеть, как выглядят те или иные детали этой самой уздечки, нам важно видеть, как эти детали между собой соотносятся, где они находятся, что за что цепляется. Во втором случае, вот в этом случае, лошадь нарисована, потому что она хорошо подходила в сголовку. Это эмоциональная связь, это эмоциональный момент, который информации в себе не несет. Мы видим лошадь, рожденному пахать, вредно отдыхать. Да, есть ассоциация, но лошадь можно спокойно выкинуть, и мы ничего с этого не потеряем. Вся информация, которая здесь есть, она написана. Цифра, текст, цифра, текст, цифра, текст, ничего более. Давайте посмотрим на примере, как же так происходит. Сейчас я попробую переключить обратно на себя. Давайте предположим, вот у нас есть некая компания, некая команда, нам нужно сделать страничку в интернет, мы хотим написать о себе, точнее о нашей компании. Естественно, мы хотим, чтобы наш товар, наши услуги покупали больше, и, соответственно, мы сидим, обсуждаем и решаем. Нам нужна страничка, нам нужно, чтобы наша аудитория, наши посетители верили, что наш товар лучше, ну, соответственно, покупали его больше и чаще. И, наверное, логично это сделать через обращение, через опыт других людей. Наш товар уже покупают, у нас уже есть определенная история, ну, соответственно, верьте нам, покупайте у нас тоже. Ну, и, допустим, получается, мы собираем некую статистику, смотрим, как действительно покупался наш товар, нашу услуга, и с этой информацией аккумулируем эту информацию, получаем, допустим, вот такие исходные данные, и с этими исходными данными приходим к дизайнеру и говорим, дизайнер, вот тебе информация, наш товар скачали 5000 раз, география продаж 12 стран, и из всех тарифов, которые у нас есть, наиболее популярным является тариф номер 2. А поскольку мы знаем, что инфографика это модно, то нарисуй нам инфографику вот по этим данным. После чего это вручается дизайнеру, и, ну, соответственно, дизайнер начинает работать. Что мы получим в результате? С очень большой долей вероятностью картинка, работа, которую мы получим, будет выглядеть примерно что-то типа большие цифры, какие-то тексты, рядом с цифрами какие-то картинки. Возможно, будет больше цифр, или больше текстов, или больше картинок, но суть от этого не меняется. Большие цифры, рядом тексты, рядом какие-то картинки. А, возможно, это будет... Окей, пример дальше будет отдельно. Работает ли это работа? Вот данная картинка, данное изображение, сработает ли она, достигнем ли мы того результата, которого мы хотели достичь? По нашему опыту, по нашей практике, это не работает, и уж тем более, это не называется инфографикой. Не называется инфографикой, смотри, пункт первый, о чем я начинал сегодня говорить, здесь графика не несет в себе никакой информации, это просто какая-то иллюстрация. А почему это не работает? Потому что для любого зрителя эта информация оторвана от реальности. Четверо из десяти оплачивают услуги сотовой связи по телефону. А в моем примере, согласно моему примеру, моим данным, которые я дал раньше, 5000 человек за прошлый год скачали наше приложение. Ну и что? Что мне с этой цифрой нужно сделать? На самом деле, здесь есть две большие ошибки, вот в том подходе, который я описал, есть две большие ошибки, две основные ошибки, с которыми сталкивается огромное количество заказчиков, в первую очередь, которые считают, что им нужно сделать инфографику, и которые идут с этим к дизайнеру в том формате, который я описал. Ошибка первая, и очень большая, заключается в том, что заказчики считают, что инфографика – это стиль. они приходят к дизайнеру и говорят, дизайнер, ну ты же можешь нарисовать поярче, поспокойнее, чтобы было современно, чтобы было строго, чтобы было мультяшно, а вот еще инфографику нам нарисуют. И на самом деле, это большая ошибка, большая, очень важная путаница в понятиях, потому что стиль – это то, как нарисовано. То есть у разных дизайнеров разные руки, разные стили, разные подходы, разные видения, и кто-то рисует там мультяшек, кто-то рисует скетчи, кто-то рисует в хай-тек стиле, кто-то рисует плоскую графику, кто-то рисует объемную графику. И стиль – это то, как нарисовано изображение, то или иное изображение. То есть насколько оно яркое, или монохромное, или цветное, или объемное, или с тенюшками, или без тенюшек. Это ответ на вопрос, как нарисовано. А инфографика – это ответ на вопрос, что нарисовано. И в большинстве случаев этот вопрос должен задаваться не дизайнерам, потому что дизайнер работает на тех материалах, которые вы ему дали. Соответственно, вторая часть ошибки, вторая большая ошибка, связанная с таким подходом, она, конечно же, пересекается с первой и заключается в том, что инфографика, на самом деле, настоящая инфографика, начинает создаваться в тот момент, когда вы только начинаете ставить себе какую-то цель. В тот момент, когда вы понимаете, что хорошо, нам нужна некая страничка в интернете, на этой страничке нам нужно разместить какую-то информацию, чтобы люди поверили, что наш продукт он самый-самый. И в этот момент вы должны принять решение, чем вы будете пользоваться, инфографикой или фотографией, или иллюстрацией, или текстами, или схемами, или чем-то еще. И если вы выбираете инфографику, то вам придется потратить определенные усилия для того, чтобы собрать материалы. Вам нужно будет собрать информацию, собрать данные, собрать факты, которые впоследствии вы сможете передать графически через некий визуальный образ. и которые, самое главное, которые будут действительно подтверждать вашу мысль, которые действительно будут работать на ваше сообщение, которое вы хотите сказать. Конкретно в нашем примере, возвращаясь опять к нему. Допустим, у нас есть исходные данные, те же самые. 5000 скачиваний, 12 стран, более популярен тариф номер 2. Мы решаем, что мы хотим из этого сделать инфографику, и поэтому мы начинаем думать о, собственно, а что и как мы можем показать. 5000 скачиваний, первая строчка. Что это значит для людей, для наших пользователей? Это много или это мало? Если вы за год продали 5000 Rolls-Royce, это очень много, это очень круто, это прекрасный результат. Если за год вы продали 5000 рингтонов, то есть у вас было 5000 скачиваний рингтонов, ну, наверное, это как-то очень грустный результат. Когда вы говорите просто вот у нас продажи такие-то, это цифры, это факт, которые ни к чему не привязаны для пользователя, для того, кто заходит на эту страничку и смотрит на эту цифру, она ничего не говорит. Соответственно, вам нужно узнать или придумать или выбрать из той информации, которая у вас есть, какую-то информацию, с которой можно, например, сравнить данные 5000 скачиваний. Например, немножко пофантазирую в таком свободном режиме. У нас, допустим, мы говорим про те же самые 5000 скачиваний. и мы говорим за прошлый год мы скачали сколько-то, допустим, 5000, точнее, наши клиенты купили у нас там 5000 скачиваний. Данная цифра составила допустим треть от общего рынка. То есть треть рынка она за нами. Эта информация дает вашему клиенту, вашему зрителю какую-то возможность для начала сравнения, для того, чтобы понимать, что если треть рынка пользуется вот этим вот одним, этой вот одной услугой или этим одним товаром, это действительно значимо. Это большая доля и, наверное, не просто так. И вот тогда действительно может появиться мысль вашего зрителя, что так много людей не может ошибаться. То есть если треть пользователей пользуется именно вашим продуктом, то, наверное, это неспроста. Дальше. Эту информацию можно развивать в другую сторону. Согласитесь, что если у нас есть некая история компании, мы сейчас находимся здесь в 2014, то картинка между тем, что как мы развивались за последние 10 лет, допустим, 2004, то есть если мы говорим, что мы начали в 2004 и у нас продажи как-то, 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 росли, росли, и вот сейчас наши продажи составили 5000, это одна картина мира и она, опять-таки, может быть хорошая, может быть плохая, непонятно. Но если, например, мы начали два года назад и за два года нашей продажи достигли 5000, то картинка уже совершенно другая. Вот этот угол наклона линии чисто визуально зрителю дает понять, по сути, может быть, не качество вашего товара, но реакцию рынка на ваш товар. Чем более пологая линия, тем более спокойно рынок воспринимает ваше появление. Но на этот же график, на эту же картинку можно накладывать дополнительные свои информации. Вы можете показывать, например, что сам рынок при этом рос допустим вот так вот. И становится понятно, что когда вы начинали, вы занимали какую-то микроскопическую долю этого рынка. За 10 лет рынок, конечно, вырос, но вы внутри этого рынка выросли намного сильнее, чем сам рынок вырос. И вот такая картинка дает опять-таки вашему читателю, вашему зрителю визуальное представление о качестве вашего развития, о том, что доля всех покупателей, которые берут такого типа товара, она у вас росла в разы быстрее, чем в целом по рынку. И визуально это будет намного важнее, визуально это будет намного нагляднее для зрителя, самого понятнее. Потому что, еще раз повторяю, просто цифра 5000, ну и 5000, ну и что? Что с этим мне дальше делать? Дальше. Следующим пунктом у нас страны. Следующим пунктом у нас идут 12 стран. География. Полно логично, конечно, географию показывать картами. Это напрашивается, это логично, это всем понятно, и в принципе это корректно. Но смысл в том, что это нужно показывать картами, а не просто писать 12 стран, а рядом рисовать какой-то глобус, например, который скажет, который ничего не скажет, глобус, география. Давайте посмотрим. Карта мира, любая карта мира, она наглядная, люди имеют хоть какое-то представление о том, где находятся те или иные страны, и согласитесь, что если мы говорим просто 12 стран и не подтверждаем это никак визуально, то есть не даем понимания, какие это страны, мы теряем возможность коммуницировать очень важный месседж, который может быть у нашей компании. Если 12 стран, которые являются откуда приходят к нам покупателя, распределены как-то как у меня сейчас на экране, то есть западные и развитые страны, то мы про это даже не пишем на сайте, но визуально зритель считывает, что у них хороший товар, его покупают в развитых странах. А если у нас будет картинка вот такая, то это даст понимание, что видимо какой-то такой товар, который на русском языке, условно говоря, это услуга или онлайн сервис может быть, который на русском языке, поэтому география очень четко ограничена теми странами, где есть русскоговорящие люди. И даже если ни слова не написано на самом сайте текстом, просто дана картинка, то восприятие этого изображения и восприятие вот этого изображения получается абсолютно разным. Дальше, но это не единственная возможность, которая у нас есть. Кроме географии в чистом виде, мы можем еще говорить о продажах. В каких странах покупали это хорошо, но сколько? Покупали в 12 странах, но при этом 99% покупок это Россия, а 1% случайно как-то распределился, потому что русские же люди покупали находясь в отпуске где-нибудь. это одна ситуация. А вот такая ситуация это совершенно другая картинка, которая опять-таки дает возможность читателю увидеть и сделать для себя вывод о том, что тот продукт, который вы продаете, он наверное хорош, потому что Америка, Канада, Франция, Норвегия это те страны, которые имеют достаточно развитую экономику, которые достаточно сильна конкуренция, если ваш товар там покупают, значит, ваш товар действительно хорош, что его могут там покупать. Да, для того, чтобы сделать такие вещи, нужно потратить чуть больше времени, нужно собрать информацию, нужно понять, собственно, какая у вас есть информация, есть ли у вас вообще информация, нужно придумать некий способ подачи, через какой визуальный, каким визуальным инструментом стоит воспользоваться, чтобы это объяснить, но оно работает намного эффективнее, чем просто иллюстрация рядом с большой цифрой. Дальше, у нас осталась третья строчка, третья строчка это про тарифы, то есть мы говорим о том, что у нас есть какие-то там тарифы, и второй тариф наиболее популярны. Можно просто сказать, что второй тариф наиболее популярный, а можно это показать. Показать, естественно, по количеству покупок, сравнив количество покупок между собой. Таким образом, вы опять-таки своему зрителю даете наглядное объяснение, наглядную подсказку, насколько второй тариф действительно хорош. То есть если бы у вас была ситуация как в пункте B здесь, то если у вас есть такая ситуация, то в принципе большой вопрос, стоит ли это показывать, стоит ли вообще про это говорить, потому что да, я вижу, что второй тариф лидирует, но при этом разница между вторым и третьим особо процентов 5, может 3, это неважно, это статистически незначимые цифры, и можно сказать, что второй тариф такой же популярный, как и третий. Соответственно, зачем об этом говорить, зачем это показывать. Соответственно, что я хочу этим сказать? Те две ошибки, которые я обозначил, это ошибка, связанная с тем, тем, что заказчики чаще бегут к дизайнеру, говоря, вот тебе какие-то цифры нарисуют на какие-то картинки, любые картинки, и тем, что на самом деле инфографика это результат работы не дизайнера, ну или по крайней мере совместной работы дизайнера и заказчика по определению, что нам надо такого сказать, чтобы люди наглядно увидели и наглядно поняли разницу вашего предложения от какого-то другого предложения. Еще несколько примеров. Еще несколько примеров. Есть работы, которые выглядят достаточно просто. Я думаю, что всем привычное изображение, поговорок воды в природе, и это очень хороший пример инфографики. Причем инфографикой эта работа становится не потому, что там наверху графики нарисованы, а потому, что в нижней части, в смысловой части эта самая картинка показывает смысл того, что происходит. Вода испаряется, скапливается в тучах, выпадает в виде осадков, ложатся в ледники в горах, чет вниз с речками просачиваются в воду, возвращаются в море, испаряется и так далее, и так далее. Идет по кругу. А визуально и графически эта работа может быть очень простой и в ней может не быть какого-то безумного народа с точки зрения графики. Но при этом с точки зрения информации, с точки зрения смысла, с точки зрения того объема знания, которое передает это изображение, оно может быть очень насыщенным. в отличие от, например, какой-то подобной картинки, где у нас есть большая цифра, давайте мы рядом нарисуем что-нибудь, которое хоть как-то ассоциируется с этой большой цифрой, и нарисуем еще одну большую цифру и так далее. Причем в данном случае даже непонятна аналогия. скорость света причем здесь земной шар, скорость звука причем здесь самолет, скорость переводов рублей в минуту вообще не имеет никакого отношения к тем цифрам, которые были сверху. Классическая псевдоинфографика, то есть на самом деле просто какие-то иллюстрации с какими-то цифрами, которая ни одному зрителю не даст никакой информации. Чуть-чуть теория, совсем чуть-чуть теория. Инфографика лежит на пересечении трех сфер. Это информация, коммуникация и дизайн. Не бывает инфографики без информации. Невозможно сделать инфографику, если у вас нет информации, которую вы хотите сказать, которую вы хотите передать. И точно так же не может быть инфографики, если вы не понимаете, зачем вы это делаете. Если у вас нет в голове коммуникации, если у вас нет в голове сообщения, которые вы хотите передать, и некой реакции, которую вы хотите получить в ответ от зрителя. Вот эти три сферы создают базовые вопросы, которые звучат следующим образом. Что мы хотим сказать? К кому мы обращаемся? Аудитория? Зачем мы это делаем? Зачем не потому, что начальство сказало или все так делают, а зачем с точки зрения именно реакции? Какую реакцию мы хотим получить от аудитории в результате того, что они увидят нашу работу? И дизайн в свою очередь отвечает на вопрос как? Каким образом решены те задачи, которые определены внизу на первых трех вопросах? Давайте посмотрим два примера. Эту картинку я уже показывал, сейчас я остановлюсь на ней чуть подробнее. Мне очень нравится эта работа, потому что на ней очень хорошо видно, на ней очень хорошо можно объяснить базовые основные глобальные ошибки, которые очень часто вылезают, когда пытаются делать инфографику. Итак, вопрос первый, что хотели нам сказать авторы этой работы? Глядя на это изображение, я не могу понять, я не могу сказать, что нам хотели сказать авторы данной работы. Здесь нет какого-то основного месседжа, здесь нет какого-то основного сообщения, которое бы я увидел и считал глядя на это изображение. Тут есть много цифр, да, тут есть много текстов, да, тут и единого сообщения они никоим образом не формируют. Просто набор каких-то, хотел сказать, красивостей, даже не красивостей, а просто набор каких-то фактов, разбросанных. Дальше. К кому обращались авторы данной работы? Вообще это изображение я взял на сайте ВКонтакте в группе TransAero. Это социальная сеть ВКонтакте, группа компаний TransAero, где они с какой-то периодичностью выкладывают разные свои работы, мысли, фотографии и так далее. Соответственно, исходя из того, где я нашел это изображение, я могу сделать вывод, что аудитория, к которой они обращались, она максимально широкая, во-первых, и во-вторых, она максимально простая. То есть через ВКонтакте можно обращаться к самым-самым-самым обычным людям, которые не являются специалистами в авиации или в банковском деле, или в финансах, или в чем-то еще. То есть это максимально широкая аудитория. И если я начну читать, что написано, то возникают вопросы. Я не могу себе представить человека, для которого одинаково важно, для которого одинаково релевантно обращение к Jaguar XJ. Это машина люксовая, которая стоит много денег, которая такой прям люкс-люкс. А при этом для этого же человека должно быть релевантно сравнение с однокомнатными хрущевками, и для этого же человека должно быть релевантно сравнение с весом золотого запаса Австрии, причем не со стоимостью этого самого золота, что логично, а с весом золота, и для которого имеет хоть какое-то значение фраза 5000 световых сценариев. Я эту картинку показываю уже достаточно давно на разных мастер-классах. Я до сих пор не знаю, что имели в виду авторы, когда писали про 5000 световых сценариев. Что, где, ну, то есть непонятно. Соответственно, к кому обращались, тоже непонятно. Точнее, получается, что обращались ко всем, но на самом деле не к кому. И, соответственно, третий вопрос, который был, это зачем? Что они хотели этой картинкой добиться у зрителя? Я это увидел, что дальше я должен, собственно, сделать? потому что я вижу, я скажу, что, скорее всего, реакция обычных людей на такое изображение будет, ну, собственно, обычной, ну, то есть никакая. Какая-то картинка, какие-то цифры, ну, кто-то посмотрит, кто-то не посмотрит. Все пролистнут, и никто не сохранит это себе, и никто это не перешвет другу. Потому что здесь нет ничего такого, что бы мне хотелось, чем бы мне хотелось поделиться с другом. Просто набор чего-то и зачем-то. Другой пример про тот же самый Aerobus из зарубежной прессы. То есть тот же самый самолет, тот же самый информационный повод выхода этого самого нового самолета на рынок, но совершенно другое решение. И разбирая данное изображение, я могу сказать, что я очень четко понимаю, что хотели сказать авторы. Авторы хотели сказать, что этот самолет огромный. Я никогда не был на футбольном матче, на живом футбольном матче, но я имею представление о размерах футбольного поля, конечно же. Если я представлю себя, что я вот стою в углу этого поля, и на поле стоит этот самолет, я понимаю, что он огромен. Это невероятный размер. Кому обращались люди, к кому обращались авторы, это как раз собственно ко всем, то есть максимально широкая аудитория. Даже если человек не любит футбол, он не смотрит футбол, он не следит за чемпионатами, как я, например, я все равно имею представление о размере футбольного поля, и то сообщение, которое мне закодировали через это футбольное поле, я все равно считаю. И, соответственно, это изображение вызывает во мне некую эмоциональную реакцию. Он огромный, и это моя эмоция на тему этого самолета. А если что-то вызывает у меня эмоциональную реакцию, то я захочу этим поделиться. Вот эту картинку я бы показал другу, который увлекается авиацией, или просто соседу, или расшаривал бы у себя в социальной сетке, потому что здесь есть эмоция, здесь есть некая вау, не за счет того, что нарисовали много всякого за счет содержания. Причем здесь, на этой же работе, очень интересно посмотреть на свои информации. Тут есть основной, первый, главный слой информации, это, собственно, самолет, который стоит на летном поле. И это основной акцент, и этот основной акцент не вызывает никаких вопросов. Это та точка, та вещь, которую ты видишь с первого момента, с первого открыл это изображение. И нет никаких вариантов, что твой взгляд упадет на что-то другое. Дальше. Есть второй слой информации, это вот эта область со сравнением самолетиков. Она намного меньше, намного проще, намного лаконичнее, но она показывает, аэробус, о котором мы говорим, внизу, он самый большой, потому что другие самолеты, которые показаны, они меньше. И есть третий слой информации, это технические разные вещи, подписанные, разбросанные по полю. Если мне совсем уже интересны детали, если я хочу разобраться, какие у него на самом деле размеры, какой у него на самом деле размах крыльев, я уже ухожу внутрь в эти детали и их изучаю. А в отличие от предыдущей картинки, я ее верну, где, во-первых, не проработано никоим образом само сообщение, то есть, что хотели сказать, кому обращались и зачем это делали, и точно так же абсолютно непроработанный уровень информации. Что здесь самое главное, что здесь первично, что здесь вторично, а что такое совсем техническое. Здесь нет ни одного объекта, который претендовал бы на то, чтобы быть самым главным. Вот, в общем, на самом деле достаточно классический пример, вот эта работа достаточно классический пример, к сожалению нашему, мы видим очень много подобных работ и в интернете, и в печатных разных материалах, которые сделаны подобным же образом, то есть, просто набор каких-то фактов, накиданных и никак между собой не связанных. На самом деле, важный момент для понимания, когда вы хотите создавать, думаете о том, чтобы создать инфографику, заключается в том, чтобы разобраться, на какой вопрос отвечает ваше сообщение, то, что вы хотите донести до людей. Если ваше сообщение, ваше изображение отвечает на вопрос «что?», то, скорее всего, вам нужна просто иллюстрация, которую вы можете нарисовать в любом стиле, и которая будет либо просто иллюстрировать некий предмет, вы говорите про колбасу, и поэтому рисуете у себя на страничке колбасу, или фотографии этой самой колбасы размещаете. И это логично, и это вызывает определенное эмоциональное отключение зрителя, потому что чем более вкусно вы нарисуете эту колбасу, тем больше будет включение вашего зрителя. Либо ваше сообщение может отвечать на вопрос «как?», «почему?» и «как это взаимосвязано?». И в этом случае вам стоит подумать про использование инфографики. Ну, то есть дать возможность людям визуально сравнить, дать возможность людям визуально увидеть тренды и визуально же увидеть зависимости. Опять-таки вариант «вы не используете наш сервис и поэтому у вас все плохо и нарисована какая-то грустная мордочка», а рядом написано «а если вы используете наш сервис, то у вас все прекрасно и нарисована радостная мордочка», то это не является сравнить. Здесь есть некое эмоциональное обещание, но здесь нет сравнения. Сравнение подразумевает все-таки некие цифры или факты, которые можно между собой сопоставить на основании какой-то единой базы. Есть маленькая практическая подсказка, которой я хочу поделиться, инфографика, отвечает на вопрос как отличить инфографику от картинок. Я думаю, что вы уже поняли суть этого похода, потому что он, конечно же, основан на том определении, которое я давал в самом начале. То есть если у вас изображение является частью информационного сообщения, оно несет в себе информацию, оно несет в себе смысл, то это инфографика. Как определить? Очень просто. Допустим, у нас есть некоторая работа, некая работа, вот, к примеру, на экране обложка в тетради. Является ли данная работа инфографикой? Что нужно сделать? Нужно просто убрать текст и представить, что там нет текста, и понять, что вы видите. можете ли вы хоть что-то понять, хоть какую-то информацию получить из того, что сейчас увидите на экране? Большой доли вероятности нет. Наверное, был дождь, потом машина, потом стакан, потом из крана льется вода, потом из крана не льется вода, дальше жидкое мыло, автобус, туалетная бумага, средства для мития посуды. О чем они? Данный пример абсолютно ясно и четко показывает, что это не инфографика. Это набор как раз даже не иллюстрации, в данном случае это набор иконок и текста. Другой пример. Что нужно сделать? Задача та же самая. Представьте, что на этом изображении нету текста. Убрали. Для того, чтобы делать это корректно, корректно убирать не вообще все буквы, которые тут встречаются на работе, корректно убирать именно тексты. То есть заголовки остаются. Потому что так или иначе заголовки должны вам давать некий контекст, о чем идет речь. Что это мир воды, что у нас там чистая вода в опасности, что там дальше город потерянных детей, наиболее сохраняющая нация, ну и так далее. Глядя на эту работу, глядя на графику этой работы, я лично не могу сделать никаких выводов. Это опять набор какой-то иллюстрации, набор каких-то изображений, которые не несут в себе смысла, в смысле информации, не несут в себе информации. Единственное, можно взять маленький кусочек, например, вот это вот, ну какой-то график, который как-то можно сложить, сравнить между собой, посмотреть какие-то зависимости, что в 2005 году воды, ну вот только непонятно, то ли тратилась, то ли сберегалась меньше, чем в предыдущие годы, а тут можно посмотреть, что ну наверное вот из вот этой большой бутылки получается вот эта маленькая бутылка, судя по графике. При этом, если есть в зале внимательное, то вы здесь очень легко найдете ошибку, причем такую достаточно серьезную ошибку по вот этому графику. Не буду подсказывать, если интересно, потом обсудим в среде вопросов. Соответственно, наш вердикт данной работы не является инфографикой, потому что графика здесь не передает информацию. Графика здесь является помогательным средством, которое просто ну украшает как-то, иллюстрирует тему, которая описывается в этой работе. Другой пример, я его уже показывал, соответственно, не буду на нем останавливаться долго. Смысл тот же самый, убираются тексты и суть остается. Это пример хорошей инфографики, которая за счет очень простой картинки очень доходчиво объясняет нам смысл происходящего, каким образом происходит круговорот воды. И другой пример, это большой постер, который рассказывает о том, сколько воды требуется для получения того или иного продукта. Пшеница, кукуруза, сыр, говядина, молоко и так далее. Если отсюда убрать тексты, мы визуально видим, во-первых, о чем идет речь, где тут яблок, где тут кокос, где тут говядина, и визуально мы видим количество воды, которая в капельках. Причем, если бы мы говорили, например, просто про кокос и все, то есть только про вот эту часть, я бы сказал, что это очень плохое решение, потому что зрителю пришлось бы пересчитывать количество капель воды, чтобы понять, о каком количестве воды идет речь. Но поскольку здесь говорится не про конкретно кокос, а про сравнение этого самого кокоса с другими продуктами, то это работает. Я вижу, что на кокос надо много воды, причем почти больше всего. Только вот, наверное, на мясо, на говядину надо больше воды, на втором месте кокос, на третьем месте сыр и так далее. То есть это вполне работает для зрителя, даже если убрать текст, я вижу зависимость, я могу сравнить. Я хотел бы поделиться парой книжек, которые очень сильно рекомендую к прочтению. Книжки простые, читаются легко, но они очень полезны для понимания самого предмета, инфографика, для понимания того, как работает визуальная коммуникация, для понимания, почему какие-то графики или схемы или изображения людям понятно с первого взгляда и не вызывают никаких вопросов, а какие-то другие графики или схемы, они сильно путают и требуют дополнительного объяснения и без объяснения не работают вообще никак. Кроме того, естественно, рекомендую читать всякие разные сайты, блоги, очень много где публикуют полезную информацию, очень много где публикуют примеры плохой инфографики, но, в общем, тоже рекомендую смотреть, но просто критично, на любую инфографику смотреть критично и в первую очередь разбирать ее, даже если там написано топ-10 лучшей инфографики за сетябрь, я сегодня видел в интернете такие подборки, все равно рекомендую, открывая такую подборку, в первую очередь для себя решать, является ли это изображение вообще инфографикой. Вот, и в заключительной части от себя скажу, что, ну, конечно же, надо учиться, естественно, то есть узнавать новое, как-то понимать, как это все работает, и самое главное для себя определить что же вы хотите достичь, какого результата вы хотите достичь, когда вы делаете ту работу, которую хотите разместить у себя на сайте, например. Обратите внимание, что я ни разу не сказал, что иллюстрация с текстом, например, это плохо. Это неплохо абсолютно. Я достаточно много раз подчеркивал, что это инфографика, а это вообще не инфографика, не для того, чтобы сказать, что это плохо, а для того, чтобы очень четко подчеркнуть разницу одного и второго. Текст с иллюстрацией и просто иллюстрация и просто текст это прекрасный инструмент, которым надо пользоваться и пользоваться активно, но просто нужно четко понимать, в каком случае что работает. И то же самое с инфографикой, естественно. Это инструмент, это не стиль, это не мода, это инструмент объяснения. иллюстрация это инструмент некого эмоционального воздействия, но в зависимости от того, насколько качественная или некачественная у вас нарисована иллюстрация, она будет вызывать определенные эмоции. А инфографика это инструмент объяснения. Если вам нужно людям ответить на вопрос как и почему, то имеет смысл подумать именно про инфографику, про то, каким образом ваш материал подать визуально, наглядно, через визуальные образы, раскрыв внутреннюю структуру, внутреннюю логику. И текст, это такой достаточно универсальный инструмент, которым можно эмоции вызывать и объяснять. Есть миф, который ходит сейчас активно по интернету и в компаниях, в больших компаниях в том числе. Миф о том, что современные люди перестали читать, что надо все подавать в картинках. И сегодня я видел прекрасную шутку на эту тему, что инфографика стала так популярна, потому что поколение, выросшее на комиксах, доросло до руководящих постов и требует информацию в привычном формате. На самом деле люди, современные люди читают и читают много, но просто количество информации, доступной информации стало настолько огромным, что люди читают только то, что им действительно интересно. И ключевой вопрос не в том, нарисовать инфографику или нарисовать иллюстрацию, а ключевой вопрос это представить такой продукт, такой материал, который глубоко полезен и интересен вашим зрителям, вашим пользователям. И тогда вне зависимости от того, инфографика или иллюстрация или текст, это будет иметь определенный отклик. Вот, мы уложились по времени, причем так хорошо уложились, соответственно, сейчас должны быть вопросы. Наверное, у нас тут есть чат. Да, Максим, давай, чтобы было удобнее, просто буду тогда в чате читать и тебе их задавать. Окей? Да, будет хорошо, если ты сможешь подключиться и как-то модерировать эту часть. Сейчас тогда пару минут подождем, потому что есть разрыв между тем, что мы говорим и что транслируется, буквально пару минут буферизации, поэтому сейчас мы дождемся вопросов. Большое спасибо, Максим, для меня, для самого сегодня глаза открылись на инфографику, я понял, в чем реально разница между инфографикой и изображением и текстом и в принципе появились новые идеи по поводу этого, как действительно это использовать более наглядно и как это в лендингах применять, потому что некоторые блоки действительно стоит более инфографично отображать, особенно когда там имеется фактор сравнения. Я рад, что было полезно, мы со своей стороны очень много разных информаций опубликуем у себя на сайте тоже в первую очередь естественно на тему инфографики, на тему того, что рядом с этой самой инфографикой. Нам, конечно, очень хочется образовывать в том плане, что тем больше людей будет понимать, что это такое, как оно работает, тем больше будет хороших работ. Потому что очень часто грустно залезать в интернет на всякие сайты подборок лучших инфографик, потому что прямо грустно. Там, как правило, переведенная, причем иностранная инфографика, то есть вообще я очень мало видел именно для того, чтобы в России что-то рисовали, рисовали качественно, хотя несколько раз мне попадались действительно классные штуки. Да, российского производства инфографика пока достаточно грустная, то есть есть отдельные яркие личности, отдельные яркие работы, но в целом основные примеры, хорошие примеры, это, конечно, запах. Пока что. Мы все-таки надеемся, что этот тренд поменяется и Россия будет вполне полноценным игроком. Ну, я думаю, что тут есть такой фактор немножко отставания традиционного от западных технологий, так или иначе у нас обычно там от года до нескольких лет может такая дельта быть, и я думаю, что все это придет со временем, потому что мы видим тренд, что визуальные блоки на лендингах они гораздо лучше воспринимаются, то есть в свое время был наоборот такой тренд, когда лендинги делали там с кучей-кучей текста, который там, не знаю, «Войну и мир» вкладывали на лендинг, там было, не знаю, 100 экранов прокрутки, просто вымаливал человека там что-то сделать, а сейчас тексты все-таки несмотря на то, что ты говоришь, люди не перестали читать, но все-таки уровень восприятия информации он все равно как бы снизился, то есть очень много информации, я просто даже по себе замечаю, что обычно прокручиваю там страницу, пытаюсь ухватить какие-то такие основные вещи, потому что некогда разбираться, просто некогда, и хочется быстрее принять решение, и поэтому визуальные образы они лучше помогают, чем текст, конечно. Ты вот здесь частично сказал очень правильную вещь, связанную с тем, что некогда. То есть основной вопрос заключается в том, что хочется быстрее добраться до сути, и инфографика, и даже тексты с иллюстрацией, подписи с иллюстрациями, они хорошо работают в том плане, что они заставляют авторов, прежде чем выкладывать сотни страниц текста, все-таки прочитать, собственно, свои тексты и выбрать оттуда самое главное. И такой подход, он работает эффективнее в первую очередь за счет того, что более тщательно проводится анализ. Что на самом деле мне важно сказать? У меня есть всего один экран, мне нужно вложиться в этот один экран. Что же на самом деле важного я могу сказать своим пользователям? И, конечно, это работает эффективнее, чем десятки страниц текста, когда читаешь и понимаешь, что автор сам не очень понимает, зачем он это все рассказывает. Мне сейчас вспомнился этот мультик Трояс Простоквашин, когда там Шарик, собственно, одной иллюстрацией полностью показал свое отношение к ней, который там легвам нарисовал. Вот был, наверное, тоже гений инфографики. Да? Да. Так, у нас появились вопросы, зачитываю. Задача такая, есть достаточно уникальный товар, развивающая книжка для детей, шитая, на каждом развороте задачки по сортировке, прикреплению, откреплению деталей и так далее. Интересует ваша оценка, данный товар можно представлять целевой аудитории с помощью инфографики? Ну, я задам сразу же встречный вопрос, который будет звучать следующим образом. А что вы, как производитель данного товара, хотите про него сказать? Если вы хотите сказать, что очередная новая классная штука, то, наверное, нет. Лучше сделать просто какую-нибудь иллюстрацию, где будет сидеть счастливый малыш и играть с этой книжкой, у него будет улыбка до ушей и вообще все супер. Если вы хотите, если у вас есть такая информация, если вы можете собрать такую информацию и показать, что люди, дети, которым доставалась ваша книжка и которые в детстве развивались по этой книжке, они читать начали на год раньше, чем их сверстники, да, это очень интересная информация, которую можно показать наглядно и инфографично. IQ у них может быть на 10% больше, да? IQ у них раньше, не знаю, оценки в школе лучшие получают, ну, как бы, вариантов может быть очень много, но это вариант связанный именно с информацией, то есть с неким результатом взаимодействия с этой книжкой, потому что просто сама по себе она ну, книжка, ну и что? То есть на самом деле вопрос не к тому, какой инструмент применить, вопрос не к тому, использовать инфографику или не инфографику, это вопрос маркетинга, то есть автор или продавец этой книжки либо идет традиционным путем и говорит вот книжка вот цена покупай, смотри, какие у нас классные ледовы, либо автор либо тот же продавец пытается подумать с точки зрения там мамаши, например, какую проблему мамаша пытается решить с помощью подобных книжек и подсказать ей, что наша книжка твою проблему решает эффективнее или быстрее, или дешевле, или как-то еще. То есть в принципе так подводя итог необходимо показать некий кейс либо до-после, либо с продуктом и без продукта, то есть показать именно вот эту выгоду и показать ее именно в виде инфографики. Ну да, в данном случае я бы сказал, что вариант с книжкой и без книжки мне видится наиболее естественным с точки зрения именно объяснения, почему стоит ее купить. Окей, спасибо. Следующий вопрос. Так. Какой дизайн лучше воспринимается и в целом эффективнее? Такой очень прострационный вопрос. Стоит ли загромождать один экран всей инфо или лучше сделать несколько блоков инфографики? Ну про дизайн в целом я думаю, что это можно вопрос пропустить, потому что очень сложно сказать, что какой дизайн. На самом деле с учетом второй части вопроса ответ будет очень простым как раз. Если вы сообщение можете разделить на части, значит оно слишком сложное и его нужно делить на части. Чем более короткое у вас сообщение, тем более эффективно его будут воспринимать люди. если вы приходите с задачей «Мой телефон самый лучший, потому что он больше всего держит зарядку», например, я придумываю сейчас, то это сообщение можно будет и запаковать более эффективно, и его воспринимать будут более эффективно. А если вы приходите с сообщением «Мой телефон лучше держит зарядку, а еще у него камера лучше, а еще он стильный, а еще он поддерживает в виде сетей, а еще и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, то в голове у потребителя не останется ничего. Он пропустит ваш телефон как еще один, который такой, как все. Если вы можете поделить сообщение на части, да, надо делить его на части, и нужно выбирать самое главное. Ваш товар лучше других, потому что одна позиция. Мне кажется, если мы зашли по телефону, то можно открыть сайт Apple и посмотреть, что они в одном экране не нагромождают всех характеристик продукта, а стараются очень так тезисно подавать информацию, ну и визуально тоже привлекательно. Да, Apple очень хороший пример, Apple очень грамотно строит свою коммуникацию, именно не загромождая, ну, во-первых, не загромождая информации, а во-вторых, по большому счету не преклоняясь перед пользователем, не вываливая на него всю возможную информацию обо всех возможных особенностях своего товара. У нас самые шикарные ноутбуки, потому что у них самый классный дизайн, точка. Так, следующий вопрос. Я занимаюсь безлимитными тарифами, видимо, на телефоны. Хочу сравнить их друг с другом и визуализировать интерактивным графиком. Всего будет 4 тарифа и при перемещении бегунка интерактивно будет меняться визуальная часть. Тарифы будут сравниваться друг с другом по объему минут интернета, смс и размерам абонентской платы. Мне важно ваше мнение. Ну, то, что я услышал звучит пока вполне разумно и вполне рабочим. Тарифы подразумевают наличие вполне четкой числовой информации, то есть объем минут, объем смс, объем трафика и сумма это цифры, которые достаточно просто, достаточно легко визуализируются с помощью, тем более, с помощью интерактивов. Поэтому, да, пока звучит все вполне хорошо. Так, следующий вопрос. Увеличивает ли заметно конверсию правильная инфографика? Есть ли какая-то статистика? Ну, это, наверное, вопрос, Максим, больше к тебе. Есть ли какой-то опыт у вас подобной информации? Я точно могу сказать, что визуализация данных увеличивает, и я об этом расскажу непосредственно во второй части. Что касательно инфографики, то вот именно о той инфографике, о которой сегодня мы говорили. У нас есть пару примеров, сегодня они у меня будут, то есть мы, наверное, не знаем, что мы делали инфографику, все-таки сделали пару раз инфографику, и это действительно работает в плюс, то есть, причем существенный плюс, есть сплит-тесты, которые, ну, конечно, в разных вариантах они дают разный разброс конверсии, но то, что он однозначно идет в плюс, это да, причем, ну, достаточно существенно. Так, следующий вопрос. Подскажите хороший ресурс, содержащий готовую инфографику, которую нет необходимости затаскивать в фотошоп, естественно, чтобы она была в ПМГ. Вот такая вот. Дайте все и сразу, и готовое. Я даже не знаю, что сказать. Я достаточно серьезно увлекаюсь фотографией, часто езжу там с фотогруппами в разные поездки, и регулярно так или иначе заходит разговор о том, где же на вашем фотоаппарате находится кнопка шедевр. Вот это, наверное, вопрос из этого же разряда. Кнопки шедевр не существуют, и готовые инфографики совершенно точно не существуют, потому что, как минимум, потому что в каждом конкретном случае коммуникационная ситуация, она уникальна. У вас только ваш товар, и он лучше других по какой-то своей причине, обращаетесь вы к своей аудитории, ну, здесь не может быть шаблона. Это абсолютно точное индивидуальное решение. А скажи, Максим, вот есть, в принципе, различные сервисы, там, например, инфограмм я знаю, и, наверное, их еще там с десяток наберется, который позиционируется как сервис для создания инфографики. Понятно, что, ну, как бы, индивидуальное уникальное решение, оно всегда на порядок, на несколько порядков, оно качественней, но, тем не менее, можно ли все-таки какую-то простейшую инфографику собрать с помощью подобных сервисов? И, если можно, то, может быть, ты посоветуешь, какие из них наиболее, там, для этого лучше подходят? Если говорить именно про инфографику, про полноценную инфографику, нет невозможно. Если говорить про какие-то кусочки, про, визуализировали, график какой-то нарисовали, или схемку маленькую нарисовали, ну, какие-то из них работают. Но, если мы говорим про графики, например, то есть прекрасный Excel, который стоит совсем чуть-чуть крутить ручками, и ты получишь огромное количество разных графиков, которые тебе только могут понадобиться. Поэтому, я очень скептично отношусь к сервисам автоматической работы, потому что, если зайти в интернет, в Google, например, и набрать по поиску картин в ResumeUp, это сервис как раз визуального создания резюме, то там будут десятки-десятки страниц, которые заполнены абсолютно одинаковыми картинками. Они одинаково не отличаются вообще ничем между собой. Какой смысл? В общем, хорошо просто не бывает. Так. Вот. Ну, непосредственно вопросы у нас закончились. Максим, я еще раз выражаю большую благодарность за то, что мы сегодня действительно узнали, что такое инфографика и чем она отличается от визуализированного контента. И я надеюсь, что это наша не последняя встреча, и с инфографикой мы еще что-нибудь придумаем. Хорошо, спасибо за приглашение. Был рад помочь и рассказать, готовы поделиться информацией дальше и хорошего вечера. Взаимно. Спасибо. Так, друзья, мы переходим непосредственно ко второй части и сейчас я уже на примере готовых страниц буду просто показывать, какие есть блоки визуализированные, а может быть, даже местами и блоки инфографики, как мы их используем и как они работают. То есть за уже три года, которыми мы занимаемся целевыми страницами, у нас создано более тысячи индивидуальных решений, то есть более тысячи лендингов, которые создавались непосредственно руками наших дизайнеров, проектировались мозгами наших маркетологов, собственно, верстались руками наших верстальщиков и далее использовались непосредственно вами, то есть нашими клиентами. И непосредственно это огромный такой опыт, который мы всегда стараемся подытожить и, конечно же, не можем не поделиться с вами всей этой информацией, поэтому сегодня у нас такая будет достаточно визуализированное представление. Сейчас попробуем новый формат. Обычно я нарезаю презентации, но в презентации, к сожалению, нельзя лендинг полностью показать. Я сегодня официально выгрузил дизайн для того, чтобы иметь возможность их прокручивать и рассматривать лендинг целиком. Ну и, соответственно, мы сегодня рассмотрим часть лендингов, которые я выбрал для того, чтобы показать какие-то элементы, решения, чтобы у вас появились идеи, которые вы можете уже непосредственно на своих лендингах применить. Также хочу отметить, что буквально на днях у нас появился новый модуль. это готовые секции. В редакторе в самом низу слева вы могли его уже протестировать. Это революционный с нашей точки зрения и не только уже с нашей виджет, потому что он позволяет действительно очень быстро собирать блоки. И самое главное, именно над этими блоками мы сейчас будем очень интенсивно работать, их количество будет увеличиваться, там будут уже готовые визуализированные блоки, с которыми вам будет очень просто и удобно работать. и также появится функционал непосредственно сохранения подобных секций, то есть единожды создав хороший блок, вы сможете его запомнить и потом транслировать на других страницах, опять же сравнивая, какие блоки лучше работают и так далее. Итак, давайте мы сейчас непосредственно перейдем к трансляции экрана. Сейчас на всякий случай проверю, что у нас все корректно отображается. Так, а пока я проверяю, отвечу еще на один вопрос, я вижу, Максим, вопрос, существуют ли конкретные примеры покупки готовых страниц у по-генератора и получившую конверсию? Да, конечно, есть очень много конкретных примеров, вот непосредственно сегодня мы будем разбирать часть из этих примеров, и мы в том числе занимаемся и созданием уникальных дизайнов, поэтому в этом отношении опыт у нас большой. Итак, я вижу нормальную демонстрацию и мы тогда переходим. Давайте касательно вопросов, вы мне их зададите еще раз в конце, если я вдруг забуду на них ответить, потому что сейчас, чтобы не сбавлять темп и все-таки до 9 закончить нашу основную часть, а потом мы уже будем отвечать на вопросы. Так, переходим непосредственно к нашим страницам. Так, начнем со страницы Наталбанка. Ну, собственно, что стоит отметить? есть различный подход к оформлению целевых страниц. Зачастую непосредственно когда речь идет о крупных компаниях, имеющих свою фирменную идентику, то лендинг выполняется в том числе в фирменном стиле, в фирменных цветах. И тут мы как раз использовали фирменные цвета Наталбанка, использовали такой мультяшный прорисованный стиль и также визуализацию контента какими-то иконками. Первый блок в принципе все достаточно понятно, идет непосредственно внимание на оффер, он выделен красной линией, что откройте свой вклад с высокой доходностью. И далее, собственно, что стоит за этим вкладом? Через иконки там все вклады застрахованы, ежемесячная выплата процентов сразу раскрываем некие составляющие этого продукта. Очень важно продукт не просто заявить о нем одним предложением, а в том числе показать его визуально, то есть из чего он состоит. Потому что вклад, вклад просто яблоко, тем более когда у нас есть какое-то название тарифа, это вообще не о чем говорить. То есть вклад просто яблоко не говорит о том, какой это вклад. И далее собственно вот тут как раз использован инфографичный блок, потому что как вы заметите, как мы уже научились определять инфографика это или нет, если бы мы сейчас убрали собственно текст, то мы бы увидели, что количество монеток и собственно сумма она прямо пропорциональна. Соответственно человек видит на что он может. взять и какие суммы он может взять. Далее тут как раз есть визуализированный блок вот такого скажем калькулятора, когда человек может посчитать непосредственно так секундочку я извиняюсь, речь шла не про кредит, а про вклад, соответственно какие бонусы он может получить. Вот калькулятор, где человек может ползунком как раз указать сумму, которую он хочет вложить, непосредственно он тут же ему предлагается выбрать подарок, что немаловажно, согласитесь, что очень приятно, человек вроде так еще начинает прикидывать сколько же ему там 100 тысяч или 200 тысяч положить, а тут ему уже подарок дают выбрать, и он уже начинает думать, а что же мне взять пылесос или микроволновую печь. Ну и конечно все это подкрепляется непосредственно процентом, суммой. Согласитесь, такую литформу заполнять очень приятно. Более того, он и не содержит пока что в себе полей. Это еще один такой достаточно хитрый прием. Есть эффект вовлечения, то есть если бы мы сразу запрашивали с человека контактные данные, то ему уже необходимо было принимать решение отправлять, не отправлять, а тут пока мы просто спросили у него сумму, которую он готов якобы положить, то есть он понимает, что от того, что он указывает тут сумму, он еще никому ничего не обязан, он уже выбрал себе подарок, между прочим, уже может быть с женой посоветовался, что взять микроволновую печь или непосредственно пылесос или она его уговорила на тостер и нажимает отправить заявку и только после этого у него запрашиваются уже его контактные данные. И так как собственно первый шаг человек уже сделал, то он скорее охотнее заполнить второй шаг, потому что есть уже процесс, который мы прошли хотя бы чуть-чуть. проводился такой эксперимент в сплит-тесте, когда на заправке давали карточку, в которой было там грубо говоря 6 кружочков, которые надо было наклеить наклеечки и, мол, каждая седьмая мойка была бы бесплатной. Вот человеку выдавалась такая карточка с шестью пустыми кружочками и за каждую мойку следующую он повышал по кружочку и когда он набрал бы шесть кружочков, то получил бы седьмой. А потом собственно стали проверять и сделали еще один вариант такого же купона, где было восемь кружочков, но два из них уже были изначально заклеены. То есть по факту оставались все те же самые шесть кружочков заклеить, но человек видел, что вроде как какая-то часть уже пройдена. Так вот заполняемость карточки второй, где уже было два кружочка, хотя ровно столько же шесть надо было набрать, была на сорок процентов больше. Это говорит как раз о том, что человек, когда видит уже начатый процесс, ему психологически легче его продолжить, либо психологически сложнее от него отказаться. поэтому когда вы проектируете лид-форму, то зачастую очень часто мы можем сделать так называемый конверсионный путь, когда мы какие-то простые вещи у человека спрашиваем из разряда «А вы мужчина или женщина?» либо «Какое вам решение нужно?» «Бит-у-Би» либо «Бит-у-Си?» Человек достаточно спокойно на это нажимает, отвечает, и через два-три шага мы ему даем заполнять непосредственно лид-форму. У него как бы психологически срабатывает тот момент, что он какой-то путь уже прошел, допустим, мы можем ему показать, что вы прошли два шага из трех, вам всего лишь осталось заполнить контактную информацию, и, соответственно, это будет по-другому восприниматься. Итак, тут у нас идет более подробное описание, ну и как бы визуализация данных, то есть тут вот «Атлант-банк гарант вашей безопасности», ну, наверное, не самая лучшая реализация, потому что достаточно много контента, я бы его сократил, но не всегда, да, как бы, опять же, банк готов, например, на сокращение контента, зачастую они все-таки выступают за то, чтобы максимально полная информация была предоставлена на странице, потому что зачастую это может противоречить законодательству и так далее. Вот. Далее мы видим уже все-таки лид-форму, которая, да, как бы уводит нас на консультацию, и тут тоже немаловажный момент, направляющая стрелка, которая указывает на лид-форму, мы их будем видеть на всех практически наших лендингах, и я говорил об этом в предыдущем вебинаре, то есть мы должны уметь направлять внимание пользователя, человек должен понимать, куда же ему все-таки обращать свое внимание. Стрелка мы привыкли, на стрелки мы обращаем внимание, смотрим направление стрелки, поэтому лид-форма должна быть выделена каким-то элементом, зачастую это стрелка. Описание нашего банка, отзывы, кстати, обратите внимание на реализацию отзывов. Зачастую, да, как бы, ну, сейчас уже многие знают, что написать там отзыв, да, разместить его на странице, цифровое, делается достаточно просто. Копирайтер можно заказать самому написать, а если у вас все-таки есть реальные отзывы, написаны там в тетрадке, в книге отзывов, то такая подобная реализация, отсканировать отзыв, ну, будет гораздо больше доверия вызывать, потому что, ну, вроде как ребята запарились, да, даже отсканировали, показали там кривым почерком написано, разными почерками написано там с подписью, с датами, доверия к этому гораздо больше. Ну, непосредственно тут блок контактов, и опять мы видим лид-форму, да, как бы, и стрелку, направляющую нас на эту лид-форму. Мы переходим к следующему лендингу. Тут мы разберем пример миксеров, планетарных миксеров KitchenAid. Ну, непосредственно товарные страницы, они всегда на первой странице должны, конечно же, содержать изображение самого товара, потому что человек, ну, пришел на эту страницу за каким-то продуктом, и ему надо этот продукт показать, показать лицом, показать во всей красе, чтобы он успокоился, понял, ага, я искал миксер, тут вот миксер нарисован, дай-ка я почитаю дальше, наверное, тут все-таки миксеры продают, раз его уже нарисовали. И далее мы постараемся его в этом не разочаровать, тут мы ему сразу, да, как бы, даем еще дополнительную информацию, что это эффективность, надежность и качество, ну, тоже достаточно такой, как бы, момент, который необходимо бы протестировать, но, тем не менее, в первом экране у нас уже идут выгоды, потому что, ну, такая достаточно агрессивная страница получается, что на человека сразу дается информация. Тут, в принципе, можно даже по тексту это проследить, что сам текст достаточно call to action, извиняюсь, секундочку, не идите на компромисс, миксер kitchen aid и только kitchen aid, да, то есть, сам call to action достаточно агрессивен, поэтому это такая задача, вот, все к первой же лид-форме свести на консультацию. Далее, да, как бы, мы смотрим окей, а что же еще о продукте необходимо рассказать, то есть, после того, как мы показали продукт на первой странице, необходимо раскрыть, раскрыть визуально, то есть, лучший вариант, допустим, показать цветовой ассортимент, это вот такая визуализация, фотография, когда мы показываем, что да, их есть очень много цветов, и вот, пожалуйста, в этом убедитесь, более 40 оттенков, на фотографии их не 40, но вроде как доверие вызывает, что их там есть 40. Далее, вторая агрессивная попытка, да, то что в подарок насадка мясорубкой, набор кухонных аксессуаров и выгода. Обратите внимание, что, как правило, агрессивные страницы, они всегда в себе даже агрессивные цвета содержат, тут, допустим, красные используются. Далее мы показываем особенности. Ну, особенности миксера, ну, я, наверное, даже пользователь миксера не всегда понимаю это, но, тем не менее, вот тут вот, вроде как, какие-то даже процессы работы этого миксера отображены и написано, а что же это за особенность. Ну, даже для такого беглого просмотра страницы, о чем я сегодня говорил, когда мне не хочется мне кантить информацию, так или иначе, эта информация у меня остается, потому что, ага, ага, там какие-то особенности, что-то он там такой многофункциональный, классный, ну, наверное, хороший миксер. Далее, видео-блог, то есть, показать продукт во всей красе, если еще кто-то сомневается. Далее, показываем хиты продаж, обратите внимание, что, опять же, это именно хиты продаж. Мы человеку стараемся все-таки достаточно агрессивно показать, что это такое. Показываем, из чего он состоит. Далее, как мы работаем, отзывы, достаточно стандартные блоки. Вот, это что касательно товарной страницы, то есть, обратите внимание, вся страница направлена на визуализацию товара. То есть, миксер есть через каждый сантиметр, ну, кроме последней части страницы, где у нас отзывы. Ну, я думаю, что эта заготовка было бы неплохо еще в отзывах фотографий людей с миксерами поставить. Тогда бы точно от этого миксера уже бы не отвязались. Переходим на следующее. Mango Spa. Опять же, вот тут мы начинаем непосредственно с примера, что задача первого экрана показать товар лицом. Вот, я как раз на этом лендинге люблю это демонстрировать. Показать товар лицом именно таким образом. Эффективное избавление от целлюлита. Сразу видно, что избавление присутствует. Ну, тут мы раскрываем проблему, то есть, тут такая классическая структура страницы, которая идет через проблематику, то есть, почему целлюлит и как от этого можно избавиться. спаманка позволяет избавиться от этих трех проблем какими-то страшными, на мой взгляд, способами, такие очень убеждающие иллюстрации, даже вроде как бы ни о чем наглядно не говорящие, но какой-то там процесс происходит, и я, в принципе, наверное, склонен доверять, потому что вникать в подобные процессы, как там между, как спаманка испускает инфракрасные лучи, которые разжижают подкожный жир и часть выводит через пот, а часть расщепляет полезную энергию, мне, честно говоря, не сильно хочется вникать, но я уже, наверное, готов в это поверить, раз ребята вот прям так это даже визуализировали. Вот, далее мы, опять же, смотрим блок, который всегда работает, работает очень хорошо, это до и после. Вот мы видим, да, как бы, что у нас было до, что мы получили после. Практически в каждой тематике можно найти вот такой эффект до-после. На самом деле вы, собственно, человеку это и продаете. И надо максимально стараться всегда показать это на целевой странице, то есть я помню, мы разбирали как-то пример с туризмом и вот вроде бы казалось, как показать до и после, да, как бы вот тур, там, не знаю, тур в Доминикану трехдневный, точнее, трехнедельный, как показать до и после. Очень просто сфотографируете человека, например, возьмите сейчас меня, который не спал там последние сутки практически, у которого было там конференции и так далее, и вот я сижу в 9 часов еще на работе у нас в Москва-Сити в офисе и веду вебинар с такими уже синяками под глазами, в принципе, не отдыхавший последние полгода, и вот меня можно сфотографировать и сказать вот это вот до, да, потом отправить на 3 недели в Доминикану, и, собственно, когда я туда вернусь, я буду загорелый, довольный, да, круги под глазами исчезнут, и, соответственно, вид будет совершенно другой, и сделать фотографию после, и сказать, вот, собственно, что мы продаем, вот вы были то, вот стали после, заказывайте наш тур, если хотите так же. Это наиболее, да, как бы, наглядная демонстрация, на самом деле, то, что вы продаете, и согласитесь, что с точки зрения, как бы, восприятия, это понятнее и привлекательнее, чем просто прочитать, там, незабываемый отдых в Доминикане, спешите, у нас акция 3% до конца месяца, да, совершенно разное ощущение будет. Ну, и непосредственно также этот вот блок, который, в принципе, какие-то буллеты, да, отображает, спа, манга, избавит вас и от других проблем, всегда возникает вопрос, как бы, а читает ли это? Я вам могу сказать, что зачастую не читает, но на уровне такого восприятия, которое откладывается, оно работает, то есть мы это пролистываем, мы смотрим, ага, там что-то избавляется, да-да-да, у нас как такой счетчик, да-да, и еще вот это, а, окей, и еще вот отзывы, да-да-да. В итоге, когда человек даже не вчитывается, но пролистывает страницу, так или иначе, у него создается такая, как бы, более полная картина о продукте, вроде как, что-то много всего, да, и вроде как, да, и столько преимуществ, твой выгод, ну, наверное, надо брать, или, по крайней мере, проконсультироваться, подходит ли это мне. Вот, еще тут, да, у нас получается, избавит вас от проблемы, еще есть дополнительные преимущества, вот такие вот, и всего это за 29, 750 рублей, и только при заказе до 1 мая. Классическая, непосредственно, схема, да, которая дает нам выгоду, ограничения по времени, и также, да, дополнительный стимул, что вы получите в подарок еще, еще, еще скидку, еще бесплатную доставку, и CD-диск с расслабляющей музыкой, и роликовую массажную перчатку, смотреть подробнее, даже страшно себе представить, что такое роликовая массажная перчатка, и, собственно, гарантии, посмотрите, что о нас говорят, и так далее. Товар, такой типичный, который необходимо продавать, да, то есть не самая необходимая в хозяйстве вещь, и, соответственно, необходимо всю структуру страницы продумать таким образом, чтобы человек, вот, у него создалось впечатление обилия, да, то есть он, чтобы посмотрел, да, вроде какой-то пакет продают, да, такой, с первого взгляда, но вещь полезная, надо брать. И перейдем к следующему приему, так, это я оставлю чуть-чуть на потом, это интересная штучка, например, туристического лендинга. Ну, тут всегда необходимо учитывать, что человек, который ищет тур, так или иначе, наверное, хочет увидеть что-то подобное на странице, хочет увидеть пальмы, хочет увидеть пляж, потому что, собственно, туда он и собирается поехать, особенно, если он пришел по запросу, там, хочу на море, вот он там видит вдалеке виднеющийся бора-бора, судя по очертаниям. И также мы сразу начинаем с ним воздействовать на уровне иконок. Люди, в принципе, воспринимают иконки достаточно хорошо, и самое главное, что текст рядом с иконками читается на 70% лучше, чем текст без иконок. Поэтому всегда необходимо практически любой текст сопровождать картинками, иконками, тогда читабельность его будет повышаться. Ну, тут, как вы видите, тоже есть стрелки, направляющие нас на необходимые элементы. Стрелки продолжают работать. Вот тут вот, давайте сразу посмотрим, да, вот тут, допустим, в блоке преимуществ нету иконок. Обратите внимание, вот как воспринимается, допустим, этот блок, и хотим ли мы его читать, и как воспринимается вот этот блок, и читаем ли мы его. Согласитесь, что, ну, даже вот на уровне восприятия сразу по-другому. Вот это вот, и вот это вот. Может быть, мы даже это не читаем, но визуальная информация совершенно другая. По крайней мере, мы там что-то понимаем, ага, там машина, самолетик, кораблик, трамвай, ага, что-то там еще, вроде бы круто. А тут мы такие, ага, текст, нет, дальше, а вот тут вот, да, вот тут вот нормальные иконки есть. То есть, так или иначе, мы все пытаемся зацепиться, в первую очередь, за визуальную информацию, потому что читать сложно, это необходимо голову напрягать, а когда мы уже сидим в 11 ночи за компьютером или уже в 3 утра и виним себя, что надо было лечь еще 2 часа назад и все равно продолжаем сидеть, да, как бы, то читать не хочется уже, но какую-то вот такую визуальную информацию воспринимать мы готовы. Блок отзыва и традиционная стрелочка, которая нас направляет к необходимому действию. Далее. Вот у нас следующий лендинг, это непосредственно школа шпагата. Знаете, я иногда смотрю на лендинги и я никогда в своей жизни бы не подумал, что есть вот прям такие тематики. Блин, прикольно, даже на такие запросы и ниши есть, оказывается, целая индустрия. Потому что есть школа шпагата для тех, кто хочет на шпагат. Вот. Тут, собственно, да, как бы сразу демонстрация продукта, что вот, что вы получите, сможете сесть на шпагат, что немаловажно. Есть даже пять причин сесть на шпагат, что, собственно, да, как бы не каждому понятно. Мне, допустим, даже самому будет интересно, что оказывается пять причин это мечта детства сесть на шпагат, это спорт, это тело в тонусе, это сексуальность, и это для танцев. Вот. Каждый для себя тут может найти что-то свое. Ну, собственно, видео, да, как бы очень хороший элемент подкрепления доверия отображения от товара, потому что это как раз самый наглядный визуальный контент, когда можно показать видео, товар в действии, либо там непосредственно сам процесс, тренера-преподаватели, которые вызывают доверие, да, потому что уже показывают свои результаты. Так, и тут я на самом деле на этом лендинге хотел показать вот этот вот блок. Он на самом деле очень наглядный, потому что когда мы пишем, да, условно говоря, время работы, то мы можем написать там с понедельника по пятницу, там, с шести до восьми. А вот тут как раз этот блок расписан, видите, достаточно так, блочно, и человек на самом деле начинает, ага, мне вот в какой сейчас лучше записаться, в пятницу на восемнадцать или в пятницу на девятнадцать? То есть даже вот этот вот фактор времени для него преподносится совершенно по-другому. И, соответственно, внимания на этом блоке будет гораздо больше. Ну и, собственно, вот тут есть визуализация, да, как бы стоимости занятий в виде абонемента. Тут же мы видим групповые занятия, там занятия на тренажере. Сколько? С какими скидками? Ну и также вот групповые занятия плюс занятия на тренажере. Возьмите все вместе и будет вам счастья еще больше. И, конечно же, стрелка, которая показывает нам, собственно, что нам надо сделать для того, чтобы все это счастье получить, реализовать свою детскую мечту и стать сексуальнее. Собственно, если бы я жил в Москве, наверное, бы пошел уже на шпагат садиться. Идем дальше. Итак, как вам такое предложение? Моментальная замена пустых кадриджей на полной в вашем офисе. Классно? Классно. Потому что картриджи в принтере, как вы знаете, заканчиваются в самый неподходящий момент. И тут же мы как бы еще подкрепляем, что это выезд в день обращения и без предоплаты. Получить картриджи. Отличный call to action. Без каких-то заморочек. Тут же у нас идет визуализированный блок доверия. То есть, как мы за 10 лет работы восстановили 40 грузовых контейнеров картриджей. Страшно себе представить, как выглядит 40 грузовых контейнеров картриджей, но, вероятно, это очень много. Ежемесячно мы обслуживаем 600 компаний Санкт-Петербурга, что неплохо, я думаю. И 95% наших клиентов стали постоянными после первой замены картриджей. Окей, вроде неплохо, 95%. Итак, преимущества, естественно же, срок полного разложения картриджа более 100 лет. И вот тут как раз хотелось бы отметить вот этот блок, да, такой блок с типичными тарифами и параметрами сравнения. Собственно, какие параметры сравнения заданы? Качество печати, средняя стоимость картриджа, экологичность, фиксированность и так далее. Возможность брака. И вот мы, собственно, можем сравнить, а что же такое картридж от ССП-сервис, оригинальный картридж, заправленный и совместимый китайский. И тут мы, конечно, видим, что все настолько очевидно, что думать больше даже и не надо. Что картридж от ССП-сервис это просто выигрыш по всем параметрам. И уже очень сложно этому сомневаться. Дело в том, что люди, на самом деле, очень, скажем так, доверчиво относятся к подобным вещам. Понятно, что тут, может быть, часть каких-то вещей не указана и так далее. Но спорить со сравнительной таблицей очень сложно. И мало кто начнет проверять эти факты. А действительно ли у заправленного картриджа фиксированная стоимость? Он стоит именно 706 рублей. Откуда эта сумма именно 706? непонятно. И так далее. Возможность брака, как они посчитали. Но, тем не менее, для нас это хороший такой визуальный элемент, который нам показывает преимущество непосредственно товара компании Спасервис. Смотрим, как это работает, причина обратиться. И также сравнение обычной заправки и услуги по обмену. тоже визуализированный блок. Ваша экономия столько-то. Окей, получить картридж по выгодной цене. Отзывы и где мы находимся. Идем дальше. Какие еще элементы у нас сегодня останутся? Такой у нас есть лендинг. Организуем поток клиентов в ваш бизнес. Тут хорошо именно играет картинка в хедере. Конечно же такая агрессивная кнопка красная со стрелкой, чтобы мы не забывали куда надо нажимать. Минусы самостоятельные. Достаточно стандартный блок. Тут хорошее решение непосредственно по вот этой вот. По этому блоку. Плюсы работы. то есть что тут происходит. Клиенты за 24 свободное время. Подобные вещи, когда они схематично отображены, то есть это тот же блок вроде как преимуществ, но он совершенно по-другому отрисован. и как правило такие вещи они все-таки внимание останавливают. Потому что к каким-то подобным вещам мы привыкли. Они есть практически на каждом лендинге либо сайте, а когда мы подходим более креативно и более инфографично к изложению информации, то взгляд останавливается на таких блоках, и мы все-таки начинаем в это больше вглядываться. Идем дальше. У нас осталось не так много страниц рассмотреть. У нас есть коттеджный поселок Велогош парк. Если у нас нет возможности показать наш товар, то нам необходимо создать некий образ картинки. Вот тут мы видим как раз какой-то лесной пейзаж, достаточно в красивом пастельном тоне. Взгляд начинает отдыхать, тем более он размытый, рефокусированное внимание. И вот мы такие смотрим продажа готовых домов среди сосновых и березовых лесов. Прикольно, березки. Цитата Марка Твена «Покупайте землю, ее больше не производят». Отличная кстати цитата в тему. Опять же инфографичное убеждение, что инвестиции в загородную недвижимость это надежное вложение средств, стоимость недвижимости постоянно увеличивается, а число незанятых площадей уменьшается. И вот тут интересный блок, который показывает, что мы выставляем на продажу дома, где все готово для комфортного отдыха и полноценной жизни. И тут как раз дома. Как сегодня мы узнали, что лучше бы что эти домики были разных размеров от 140 до 250 квадратных метров. И тогда мы бы поняли, что они еще разных размеров у нас бывают. И зато тут реализован хорошо этот блок, что человек видит, что продают дома, а тут если даже убрать непосредственно текст, будет понятно, что продаются еще и участки. Собственно, читать уже не надо, человек понял, что вы продаете участки в том числе. И далее у нас тут почему мы и также стандартные вещи, которые доказали свою эффективность и работают. Следующий элемент. Давайте наверное тогда буду уже к наиболее значимым элементам страницы переходить, для того, чтобы мы все-таки не теряли внимание на повторение одних и тех же элементов. активатор воды бытовой. сложно было вообще понять, что такое активатор. А тут такая картинка все-таки решила этот вопрос, хотя не совсем непонятно, что же все-таки тут активируется. Видимо, из О2 все-таки делается О3. Страшные какие-то вещи. И тут, конечно, все показывается. почему живая и мертвая вода является совершенным лекарством. И тут хочется отметить такой сравнительный товарный блок. То есть несколько различных моделей комплектации наших товаров, то мы показываем от маленького к большому блоки, для того, чтобы сумма в 4500, она и визуально должна больше смотреться. За 4500 мы вроде как и получаем больше. Хотя в принципе лучше на дизайн и самая большая разница в объеме по большому счету, а еще 2 глинных стаканчика туда дается. А разница на самом деле, как вы видите, в 2000, в 1800 за 2 глинных стаканчика и за то, что там самый большой объем производимой воды. Хотя непонятно насколько он больше. И опять же элемент вот этот очень важный, показать процесс, вот залили воду, включили, получили 2 воды и выпили. И пьете воду и болезнь не отступает. Понятно? В принципе понятно. Если убрать отсюда опять же текст, что получится, мы в принципе поймем, что вот как оно работает. 4 шага к здоровью и все замечательно. так у нас идут сейчас окна. В окнах что тут сделано хорошо? Тут конечно хедер, привлекающий внимание. Тут неплохо реализован вот этот блок. Но самое интересное тут показаны профили. Вот это обычно самая большая проблема объяснить чем одно окно отличается от другого. На самом деле лучший вариант это показать подобные профили и показать разницу в цене. Вот они разные эти профили. Тут двойное, тут тройное стекло, тут оно толще, шире и так далее. То есть показывайте свой товар наглядно. Даже если вроде бы казалось техническая вещь, ее можно отобразить. Ну и собственно что можно заказать полный комплект. Немало важно показать комплектацию. так на этом лендинге у нас есть хороший вот как раз почему заказчику выгодно закупать неплохая визуализация и тут также вот мы собственно смотрим на блок тарифов от двух тысяч рублей до 160 тысяч рублей и вот мы даже визуально видим чем они отличаются. То есть в принципе у нас идет понимание что вот тут дороже тут и больше. Очень важно эти понимать. единственное что тут вот на этот тариф идет акцент но он выделен больше цветом он собственно вроде как чуть-чуть меньше чем 160 это отдельная история это как раз контрастность цены и так далее то есть люди будут склоняться вот к этому тарифу максимально ну и стрелочка которая указывает на лидформу и еще одно на всякий случай чтобы вы не промахнулись и на закуску еще один пример это уже страница благодарности на LP-генераторе когда мы показываем собственно в чем преимущество допустим лендинга на LP-генератор или фрилансеров и веб-студии собственно вот мы разбираем пошагово и показываем что редактирование лендинга у фрилансов в веб-студии там будет платное за изменения у нас бесплатно в редакторе за 2 минуты сплит-тест как правило реализованных там на самописных движках нет у нас бесплатно в 2 клика обработка лидов каким образом происходит подключение email рассылок и так далее то есть мы разбираем непосредственно все как бы преимущества и показываем что у нас есть чего нет у других соответственно наглядно понятно в чем преимущество работы на нашей платформе и также визуализация непосредственно блоков которые показывают собственно различную комплектацию дизайнов целевых страниц в чем разница мы уже этот дизайн еще доработали вот тут появились иконочки вот так же вот видно что тут можно выбрать свой подарок и так далее то есть визуально понятно почему 47 и 33 да разница и почему 29 вот на этом у меня на сегодня все чтобы подытожить перейти к вопросам ну непосредственно хочется сказать что действительно визуализация данных это очень эффективный инструмент и ей надо серьезно заниматься и я рекомендую всегда тестировать различные блоки опять же их присутствие отсутствие на странице и их отрисовку потому что зачастую мы можем там поменять да как бы просто стандартные иконки на более там отрисованный дизайнерский блок и увидеть существенную разницу в конверсии потому что люди начнут это читать начнут это воспринимать в отличие от того когда они например ну просто пропускают этот блок пробегая его глазами и так давайте начнем переходить к вопросам так по поводу оценки сайтов оценки сайтов я смогу принять только на почту чтобы мы сейчас не отвлекались почту я оставлю так давайте давайте мы посмотрим на вопросы коллеги не понял про какую литформу шла речь но готовы запилить по генератору такую форму так мне не нравится что формуле дегенерации присутствует в каждом экране прокрутки создается эффект навязывания я еще ничего не знаю о товаре но мне уже три раза предложили оставить контактные данные у вас есть есть кейс по тестирование страниц применением большего числа блока с формами страницы с одной двумя да Александр такие кейсы есть таких кейсов много и как ни странно но количество да как бы литформ на странице в большинстве случаев увеличивает конверсию и вещи которые нас раздражают не факт что не являются как раз конверсионными потому что зачастую мы находимся в состоянии покоя а для того чтобы нам принять решение нам надо выйти как раз вот из зоны покоя да как бы в более стрессовую ситуацию поэтому зачастую такие вещи работают я не могу сказать что они работают всегда и везде потому что это надо тестировать но в большинстве тестов которые мы проводили увеличение литформ на странице работает конечно тут надо знать меру и не тыкать формы через каждый там да как бы сантиметр потому что тогда скорее всего будет другой эффект но тем не менее необходимо проверять у нас тут город засыпает просыпается мафия сесть на шпагат 66 тысяч с половиной показов ага вот она тематика на самом деле в картриджах понятие возможности брака бред Игорь знаете это такой же бред как и масло без холестерина и детское питание без палевого масла но тем не менее для людей это является каким-то у меня много я наблюдал людей которые покупают масло без холестерина отдавая ему предпочтение просто другому маслу которое уже наверное априори кажется с холестерином хотя холестерина в масле в принципе содержаться не может ровно как и пальмового масла в детском питании что ему простите там делать но тем не менее люди привыкли так это воспринимать это уже хитрые маркетологи придумали Игорь обязательно ли вначале говорить ЛП о боли клиента тут необходимо понимать что если человек к вам приходит уже по запросу и в этом запросе его содержится уже какая-то проблема то конечно не обязательно ему уже о ней говорить потому что она у него присутствует вы можете ему решение уже сразу задавать тем не менее как бы есть классическая маркетинговая формулировка структура это pain, more pain, hope, solution, close то есть боль да как бы проблема потом more pain больше боли то есть еще там надо нажать на эту болевую точку раскрыть эту проблему сказать а что если этого не решите то это может вообще перерасти вы не пойми что потом hope это надежда что все-таки есть решение solution это что вот оно собственно и close покупайте заказывайте вопрос есть другие форматы да есть там аида и так далее то есть есть одессе offer deadline call to action то есть на самом деле это все зависит от услуги от товара и от трафика который используется насколько он горячий теплый и так далее планируется ли изготовление режима смены изображений при нажатии на бегунок александр честно говоря не видел я такого в планах разработки потому что достаточно такое как бы своеобразное кастомное решение ну если вы обратитесь в нашу техподдержку я думаю что они помогут вам сделать такой скрипт флэши где искать клиентов какую рекламу лучше использовать ниши продажи лендингов он наверное не капс локом надо такую рекламу распространять вообще вам рекомендую выйти на улицу дойти до ближайшего работающего бизнеса и пообщаться с владельцами и так давайте я подожду еще немножко вопросов и пока оставлю свои контактные данные по поводу разбора лендингов и рекомендаций пишите на почту маркетинг собак lpgenerator.ru мы уже непосредственно в отделе маркетинга разберем и пришлем вам аудит вашего лендинга дадим рекомендации что на нем можно и нужно поменять для того чтобы он лучше конвертировал итак я жду еще немножко вопросы дадим Игорь, в блоге есть статьи про форматы, их очень много, про маркетинговые. Но лучше, если вы конкретизируете, что вас именно интересует на конкретном товаре, услуге. Игорь, в блоге. Игорь, в блоге. Спикеров и очень интересных тем, профессионалы в своем деле вместе с профессионалами ЛП-генератор расскажут вам про совершенно разные приемы и тематики. Поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь и, конечно же, делайте лендинги на ЛП-генераторе. Ну, смотрите, Игорь, у вас услуга обучения на гитаре, вокал. Какая тут может быть боль? Да, как бы, что если вы не научитесь играть на гитаре, то девушки не будут за вами толпами ходить. То есть, как таковой тут прям, ну, сильно проблемы нет. Тут скорее подойдет хороший заголовок по 4U, который может звучать, как, например, Почему 88% учатся играть на гитаре годами, но так и не могут связать три аккорда, а 12% играют, там, не знаю, весь репортуар. Кто у нас хороший гитариста? Курта Кобейна уже на третьем занятии, да, вот скажем так. То есть покажите цифры, покажите выгоды, покажите, собственно, ваше преимущество, что люди, которые приходят к вам, они учатся быстрее, чем люди, которые, допустим, занимаются самостоятельным обучением, либо там, в классической музыкальной школе. Петр, если вы про верстку нашего лендинга, то я буду вам очень признательным, если вы мне сделаете скриншоты и пришлете на почту маркетинг, потому что я вот из хрома смотрю, и мне все нормально. И при этом еще скажите версию вашего хрома. Итак, на сегодня тогда у нас все. Если у вас остались вопросы, еще раз напоминаю, почта marketing.lpgenerator.ru Также меня можно найти в соцсетях, как плосконосового Максима. И добавляйтесь в друзья, но на почту я буду отвечать, скорее всего, быстрее. Поэтому, если у вас есть вопросы, пишите на почту. На этом у меня сегодня все. Большое вам спасибо за присутствие. И до встречи на следующих вебинарах. Обязательно подписывайтесь и следите за обновлениями. Нас ждет очень много еще интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!